всем привет всем привет сегодня у нас будет такая немножко отличающаяся поездка мы едем в гости мы едем в гости за город закрытый район скажем так там одни наши подписчики нас пригласили в гости да где они живут так как сегодня суббота и забот многих нету вот мы решили поехать к нему гости есть и сможем там поснимать спросить у них разрешение то я думаю сложным такой фильм про закрытые закрытые районы где у нас есть такие поселки закрыты под бауэносайрсом где люди живут и посмотрим как это они я так понял не постоянно живут в аргентине большую часть времени проживает у себя там в россии а приезжают на определенный такой период жить я так думаю свой дом который они имеют под бауэносайресом это недалеко на панамерикану по автописе где-то карта нам показала что это 20 минут езды туда ну вот мы туда и собрались пока по дороге будем вязать показывать особо ничего это та же дорога панамерикана которую мы показывали рассказывали буквально недавно буквально прошлых видео когда мы ехали на рыбалку а вот когда подъедем поближе туда может быть что-нибудь уже и покажем так что будем смотреть и дальше уже там осталось чуть-чуть да немножко осталось но я смотрю больше на километраж потому что мы туда не ездили вот это мне тут рассказывает с одной стороны и зона пелегроса рассказывает с другой стороны уже скоро сворачивать зона пелегроса это тупо опасные зоны но я смотрю мне сказали 47 километр этой дороги вот уже 46 сейчас проехал табличку так что где-то здесь надо будет я так понял развернуться где-то тут будет этот райончик табличку так что где-то здесь табличка 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 Саллида, Акаши Септемри, мне кажется, надо их переехать по мосту и тут уже поискать хорошо. Вот написано, смотри, Саллида, Акаши Септемри. Саллида, Акаши Септемри, а нам надо этот самый, Барик, может и одно и то же, Септемри, он там есть, да, он вижу этот райончик, вот это он, куда мы едем, в принципе прикольный. Сейчас посмотрим, да, сейчас посмотрим, сейчас развернемся здесь на мосту, по верху проедем, надо еще спросить у охранников, шоке как, потому что мы еще и тут не знаем ничего. Ну раздем, сюда нашли дальше. Если мы вообще Аргентину нашли, там нам рассказывали, что вы приехали по программам переселения, когда там платили сто тысяч, не знаю, чего, гривни, чего, рублей, там все, в общем, я уже ответил этому человеку, не приезжали, мы не по какой программам переселения. У нас было свое право переселения, сильно самолет, да полетели не знаю куда. Нет, была программа, что тебе давали визу с правом работы на год, и ты ее имел право продлевать, через два года получить постоянку и потом получить этот самый. Но в посольстве, в посольстве, в посольстве висели большими такими буквами и написано было, я помню, все за вас счет. Если с вами что-то случается, никаких пособий, никаких медицинских страховок, ничего, да, то есть вы сами, но вам давали, да, визу на год, право работы, вы там все бегали, оформляли, каждых три месяца продлевали, то есть беготня с документами была еще та, но все было, в принципе, по... Ну-ка будем спрашивать, куда мы, что мы и зачем мы. Там совсем написано, здесь визита, проведорис, нам сюда надо, наверное, визита, а можно спросить у мужчины. А я сейчас спрашу, да, и все. О, охрана, вот сюда он видит, поодъезжай, говорит. Так, просят документы на машину. Ага. Это seguro. А, seguro. А, seguro. А, да, и все. А, да, и все, таки. А, да. А, да. А, да. Сейчас... Просит документы. Ага. Откроешь мой кошелек, я снимаю? Там у меня сбоку. Сбоку, 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 так еще найдите. Вот они с ними сейчас свяжутся, спросят, ждут ли они гостей, женщину зовут Тамара, я так поняла, а мужа не знаю. И пускай расскажут куда ехать, там наверняка спросим где-то подальше Ну они пускай скажут налево-направо как-то Путь охраны Фраг не пройдет Фраг нет Фраг не пройдет, называется, райончик Там выключают, да, выгуляемся В багажнике сейчас заглянули Да Поедем, ты собрался куда ехать? Да приблизительно разобрался, а там в общем-то, ой, в смысле ехать долго и считать месяцы, по месяцам они как-то там Нам надо, ой, что-то тормозишь Ну принципаль, принципаль, я понимаю, вот это Радар даже написано, смотри Ой, не смешать меня с этим радаром Меня схуванно, то есть дети Ну вот такой Я открою окошко, да? Открыла Все равно я все выключу Снимаю в окошко немножко Может так лучше будет В порядке Окошко Б Everybody Может так же А в окошко В окошко В окошко Что же Открылся Улица Февраль, вот смотрите, какой красивый дом. Вот такая дорога, ну-ка надо месяца посчитать, запутался тут, надо еще посчитать на какую он там сказал, месяц и поворачивать. Каже хуньо, в общем на хуньо нам надо будет повернуть налево. Хуньо это июнь, ну да, цветущие деревья, красивые пальмы, поют птички, очень жарко, у нас смотрите небо такое местами голубое, местами с тучами. Так, это уже Марса. Я буду показывать домики, какие красивые. Все так культурно, аж скучно. Все так культурно, аж скучно. Аж нигде негру разгуляться. И смотри, людей никого не видно. Да? Да. Парада каждый апрель. Так, от апреля до туньев. Еще на берегу. Прямо, как в сказке, 12 месяцев. Все по месяцам. Вот стройка, смотрите. Вот в таких районах живут наши звезды, наши люди, которые хорошо зарабатывают. Или кто-то, я не знаю, кому досталось наследство. Хотя наследство наследством, но надо еще все это оплачивать. Это все стоит недешево. В таких районах живут, у нас часто спрашивали, где живет Наталья Орейро. Я думаю, у Натальи Орейро ни один дом и ни в одной стране. Поэтому, знаете, и там, и там, правильно? Так ее знают. Вот людей увидели, молодежь. Поэтому, конечно, да, вот. Содержать Наталь здесь недешево. Охрана и все остальное, правильно? Им всем платить. Да, да. Ну, да. Ну, есть разные люди с разным достатком, с разными, разной их профессией. В Аргентине тоже можно найти очень. Ну, вот же, это все же аргентинцы живут. Ну, да. Кто часто говорят, ну, Аргентиня там. Не, не все, но есть люди, которые, да, не очень относятся. Так, ну, я не помню это. Ну, тут что написано? Ну, нет. Ну, покажи. Значит, надо поворачивать вот туда. Нет, туда и поворачиваю. Парада Сейс, видишь? Ладно, мы райончик показали. Прям дом, где люди живут показывать не будем. Выключаем. Так, вот нас угощают. В таком не были. Ну, с удовольствием. Знаете, мы ж... Ну, у нас, в принципе... Общайтесь со мной. Не хочется там, что с кем попало. Правильно. Я тоже скажу, что с кем попало не хочется. Так, смотрите. Значит, нас угощают фруктами. Вот такой вкусняшкой. Ну, так мы приехали не покушать, правильно? Мы приехали пообщаться. Так, здесь у нас есть вот такой красивый бассейн. Похоже, дождь собирается. Вот такая красивая территория. А мы будем общаться. Так, здесь говорят, калибри прилетело. Сейчас посмотрим, если оно не улетит, пока я подойду вот к этому дереву. Ой, засиделась, аж колени трещат. Ой, где-то оно здесь было. Не видно. Наверное, уже улетело. Видите, какое красивое цветущее дерево. Здесь, там тоже бассейн. Вот какая красота. Здесь. Хочешь что-то увидеть? Да поедем. Фу-хуй. Я не ругаюсь. Фу-хуй это провинция. А то там потом по-русски жужувы там еще как-то переводят. По-настоящему. Фу-хуй. Это провинция. Такая нога есть. Такая нога есть. Так что я лично предпочитаю. Я еще в Орентине ночью не видел. Надо там съездить, к примеру, где айсберги, да? Поехать. В Ху-хуй поехать. Так полно. В Мендосу поехать не полно. У нас выжнали одного с Максимом, с моим сыном на работе в Фабертеле. И что-то там соспорил, его выжнали с работы. Но тут если ты выгоняешь работника с работы, Эмпресса столько должна выплатить ему, что он купил себе землю в Мендосе за штраф, который чтобы выгнали с работы. И купил, пользуется? Ну да, он там собирается теперь строить. Видит себе в Мендосе, под горами, под Чили. Ну он сейчас на Дальнем Востоке вообще предлагает гектар бесплатно брать. А, я слышал. Вот позавчера услышал по телевизору. А еще никто особо и не побежал. Кстати, проводили в Великобритании опрос. 70% британцев высказали за то, если бы законодательным было разрешено, они бы приобрели эту землю и переехали на Дальний Восток. Ну я слышал, там по интернету вроде записываются, выбирают участки там. Но в всяком случае по телевизору это видишь. Ага. Так просто. Мы как-то уже здесь привыкли, и у нас уже какие-то здесь больше планы. За эту подкову если поднять? Нет. Где? Где? А ну и покажи, как это делается. Как? Здесь? Он не открывается. О! Вау! Здесь можно, наверное, жираф даже. А сюда, наверное, можно уголь складывать, да? О! Смотри, какая красота. Круто! Регулируется высота. Ну, наверное, регулируется. Регулируется, регулируется. Ну, в общем, кто знает, тот умеет регулировать. А здесь жар готовить. Да? Это такая система. А, смотри, ручка переставляется сюда и крутится здесь. Можно тоже. Угу. Круто придумано. Угу. Круто придумано. Ну, доброе дело. И много влезет головы. Да, красота. Вот этот дворик такой у человека. Вот вам аргентинский домик. Так, уезжаем. Да, посидели так хорошо. Пообщались. Очень приятные люди. Спасибо за приглашение. Нам понравилось. Мы еще приедем, если пригласят. Ой. Все трясется. Ну, так. Надо тут аккуратить. На этом видео заканчиваем, да? Спасибо за приглашение. Все хорошо. Нам очень все понравилось. Да, поедем пока дочь не начнется. Пообщались. Долго общались, да? Часа не знаю. Не знаю сколько. Часа четыре, наверное. Ну, да. Часа четыре мы посидели. Часа четыре. Уже столько кофе выпили. Так что. Чая, кофе, да. Поели фруктов. Погода чуть-чуть похолодала, да? Ну, как похолодала? Не похолодала, но. Не столько похолодало, сколько просто дучи пришли. Может, конечно, хоть это поможет вам ночью спать. Не так жарко будет. Да. Потом все время от жары скакаю по пять раз на ночь. Да ладно. Ладно, все. Кондиционер. Ладно. Я не люблю спать с кондиционером. А Леня любит спать. А я без кондиционера не люблю. Поэтому, когда Леня засыпает, я быстренько выключаю кондиционер. А я когда просыпаюсь, включаю. Все. Чем я кормлю Леню? Да, и пою. И чем я и пою. Мы только что приехали из гостей. По дороге заехали в органический магазин. Здесь у нас в районе Бальграну есть такой магазин. Называется. Я вам сейчас покажу. Может, кому интересно. Называется вот. Верде Броте. Здесь должен быть где-то адрес. Хуроменто 2679. Вот ихний адрес. Там такой магазин, в принципе, неплохой. Значит, общая цена вопроса 488 песо. У нас, если кто еще не в курсе. 1 доллар равняется 16 песо. Итак, купили 2 органических вина. Я потребляю очень мало. Но Леня иногда, так сказать, себе на выходных может позволить. Как и, в принципе, обычный нормальный человек. Но мы покупаем только органические вина. Стараемся. Потому, как есть очень большая разница. Если вы еще не пробовали органическое вино, советую вам попробовать. И вы больше никогда не будете пить обычные вина. Я не говорю даже о самых дешевых. Но и вина, которые подороже. 150 и 200 песо. Они очень сильно отличаются. Так, начнем. Что же мы купили? Итак, 2 вина. Дальше. Так, сейчас я возьму шпаргалочку. Я здесь себе написала название. Так, как я иногда забываю. Значит, смотрите. Это у нас получается перловка. Вот. Здесь видите цены. 44 песо за килограмм. Вот 2 перловки я взяла. Дальше. Дальше. Мука из... Ой, как же она называется? Господи. Гречневая мука. Вот. Триго саррасено. 40 песо. Получается здесь полкило. Затем идет рис органический. И в этом магазине очень многие товары органические. Так же, как видите, вот здесь эта мука. Тоже написано 100% натураль. Без гомеота, без химических всяких добавок и так дальше. Дальше. Органический... Органическая рисовая мука. И мука она не белая, а как бы неочищенная, да. То есть коричневый неочищенный рис. Из него сделали муку. Сколько он стоит? Ой, сейчас я вам скажу. По-моему, 30 песо он стоил. Да. Дальше. У нас идет геркулесовые отруби. Вот. Полкило отруби. Получается 32 песо. Затем мука. Мука. Тоже все как бы неочищенное, да. Органическая. Мука обычная пшеничная. 28 песо. Например, в супермаркетах эта же марка стоит 32. Я покупала последний раз. Затем мука ржаная. Ржаная мука. Здесь, я не знаю, полкило есть или нет. Наверное, меньше чем полкило. Да, полкило 500 грамм. Значит, это у нас мука ржаная и она стоит 22 песо. А этой муки килограмм. То есть, кило 28. Дальше у нас идет мука геркулесовая. Вот здесь есть цена. 55 песо за килограмм. Затем неочищенный рис. Также органический, без всяких добавок и так дальше. Рис стоит, так как у нас все цены меняются каждый день, поэтому я их не запоминаю. Сейчас я, если вам найду, рис 37 песо. Килограмм риса. Дальше я купила вот такие травки. Вот. Это у нас в порошке получается солодка. Вот. Если я правильно не ошибаюсь. Если я говорю правильно, солодка. Семена и расторопша. Семена расторопша. Вот такие покупочки сегодня были у нас. Вот чем я кормлю мужа. Плюс еще мясо, овощи, фрукты. На этом все. Желаю всем всего самого хорошего. Оставляйте свои комментарии. Всем удачи. Всем пока.